Нашего сегодняшнего гостя называют самым тонким писателем Востока, а его имя успело стать брендом и неизменно входит в топ писателей СНГ. О бурях эмоций на страницах книг поговорим с прекрасным Эльчином Сафарли. Доброе утро. Доброе утро, Эльчин. Доброе утро. Вы уже не в первый раз в Минске. Во второй раз уже. Во второй раз. А как, расскажите о том, как город запал вам в душу? Сейчас я вам скажу. Если честно, пока впечатление только от людей. И это самое главное, мне кажется. А в целом, по достопримечательностям, по улицам города не получилось прогуляться, проехать, потому что я прилетаю очень оперативно и улетаю очень оперативно. Но собираюсь весной вернуться не для работы, а с большим удовольствием. Прогуляться. Правильно. А Эльчин, вы приехали к нам с подарком. Для того, чтобы получить подарок, традиционно нужно что-то для этого сделать. Как минимум, ответить правильно на вопрос. Вопрос у нас такой. Как называлась книга, принесшая Эльчину Сафарли первый успех? Просто название книги. Звоните в 211-66-95, общайтесь с нашим редактором. А мы вам подарим книгу. Обязательно. С автографом. Да, она вас подпишет. Эльчин, на сегодня прям назначено оперативно. Все у нас прямой эфир, встреча с белорусскими читателями. Как вы себе представляете? Как вы это начинаете? Что вы им рассказываете? Во-первых, я всегда покапризничаю перед началом мероприятия. Вы капризный писатель? Не, ну, как бы... Сейчас я вам расскажу, в каком контексте я капризничаю. Я говорю, что придет 10 человек, мы как-то выступим немного. Никому об этом не скажем, что было 10. Но приходит всегда больше, и это всегда радует. Вот к этому нельзя привыкать. Вот эта ответственность перед людьми, с которыми ты общаешься, которые приходят тебе на встречу, тебя ждут. Вот это ценно. Ну, смотрите, зрительницы хорошенькие девушки, я бы так сказала. Скажите, пожалуйста, что же такое вы пишете, что это волнует женскую душу так глубоко? Ну, давайте вам сейчас так скажу. По мировой статистике 70% книгопечатной продукции покупают вообще женщины. Потрясающе. Мы молодцы. Вот. И так совпало, что я еще пишу эмоционально. Женщина создания эмоционально. И вот получается то, что мы нашли друг друга в этой процессе. Плюс еще статистика, вот то, что женщины... Можно? Я тоже хотела. Слушай, мы с тобой все-таки одинаково мыслим. Но у вас сегодня рождение, давайте вам притяну первым. Ой, спасибо, да, у меня же, да. Подождите, можно? Безумие наполовину состоит из мудрости, мудрость из безумия. Ну, как раз и про утро. Это то, что я открыла случайно, представляете? А, кстати, да, по ней уже гадают. Дело в том, что моя стилистика, в ней очень форма афоризмов, и по ней гадают. Давайте вы погадайте. А какое название безумное? Когда я вернусь, будь дома. Очень важно. Я никуда не спеши, иначе пропустишь чудо. Но вы сначала посмотрели. Нет, нет, я сразу открыл. Серьезно? Да, хорошо, вот, пожалуйста, езжай к морю и отдай волнам свою печаль. Ой, мы отдаем, когда уезжаем, мы отдаемся на море все. Да, все, это мой подарок. Прекрасно. Даже, Эльчин, спасибо, подписаны у меня вот с автографом, видите, вот теперь у меня будет память с автографом. Эльчин, восточная тематика, прежде всего, проходит красной нитью через Сепрое. Стамбул. Прекрасный Стамбул. В этом произведении главного героя зовут Ганс. О, вы уже успели прочесть. Я посмотрел. Мы же готовимся к эфиру, гостям. Это история отношений отца и дочери. На самом деле, там не только про Стамбул. В этот раз, когда я писал эту книгу, я думал, что, Эльчин, ну хватит Стамбула, но все равно ворвался между строк. Это ваше сердце, это ничего странного в этом нет. Да, если честно, на самом деле так и есть. Я скажу о Стамбуле. Я в Стамбул влюбился сначала после того, как читал произведение турецкого писателя Архан Памук, его зовут. Черная книга. И потом сам уже поехал в Стамбул. И вот, я думаю, сейчас открою книгу на досуге и почитай. Вот интересно, что нового в Стамбуле можно узнать? Мой хороший друг возглавляет турагентство в Стамбуле, который работает со странами в постсоветском пространстве. И она говорит, Эльчин, большинство, кто приезжает, всегда говорит, ну, как правило, всегда есть эта женщина, тем более. Они говорят о том, что вот места, которые описал Эльчин в своей книге, отведите нас туда. Здорово. Это очень приятно. Это очень приятно, потому что ты делишься чем-то хорошим. Оно же неинтересно, даже когда у тебя есть какая-то победа, оно неинтересно, если не с кем поделиться. И если это не развивает, и если вы не делаете честь своей стране. У нас есть звонок, Ирина дозвонилась. Доброе утро, Ирина. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Ирина. Повторить вопрос, еще раз я его скажу. Как называлась книга, принесшая Эльчину Сафарли первый успех? Она называлась «Сладкая соль басфора». Правильно, «Сладкая соль басфора». Ирина, не кладите в кружку, вы получаете с подписью самого автора Эльчина Сафарли экземпляр нового произведения. Ну скажите, все-таки отец и дочь, у вас есть дочь? Ну, мне безусловно. Вот откуда, например, я все знаю про отношения отца и дочери. У меня с отцом очень сильная связь. Я думаю, как же вы могли залезть в такие глубокие наши дебры этих отношений? Для меня вообще сейчас тема родительской любви, она сейчас очень важна. И мне очень долгое время хотелось об этом написать. Но нужно было что-то пережить, чтобы это написать. И вот получилось, и в этой книге описывается мое отношение к ребенку. Там тоже дочь. Мне кажется, получилось. Я даже скажу вам, такое самоуверенное, некое такое дополнение к книге. Я говорю, что эта книга получилась очень хорошей. Ее можно прочитать и сказать, что она не моя. Он неплохо написал, но она не моя. И это нормально. Страшно было бы, если эта книга всем нравилась. Но то, что в ней есть, мне удалось передать атмосферу маленького города у океана, это точно. Для меня очень важно вот это передать атмосферу. Прочту, обещаю. Давайте, просто возьмите книгу, откройте, почитайте. Вы видите автора, вы видите книгу, вы будете представлять, кто написал эти строчки, которые у вас перед глазами. Эльчин Сафарли, прекрасный писатель, известнейший писатель. Я бы сказал, ну, современности, наверное, тоже слишком будет так. Ну, наверное, современности больше. Спасибо огромное. Удачной вам встречи с нашими читателями. Спасибо, благодарю вас. До встречи и хорошего дня всем. Спасибо.